Теперь давайте посмотрим на понятие секта. Что с этой точки зрения представляет собой секта? Первый момент. Секта отличается отделенностью от общества в целом, отделением от мира и пренебрежением его ценностями института. Секта не считает себя частью общества. Она противопоставляет себя обществу. Она говорит, что те ценности, которыми вы живете, это не наши ценности. Мы живем с вами в разных мирах. Мы преследуем разные цели и хотим делать разные вещи. То, что делаете вы, мы с этим не согласны. Грубо говоря, если в какой-то стране появляются законы, которые приравнивают тот же самый однополый брак к обычному браку, секта говорит, что нет, мы этого делать не будем. Потому что у нас есть более важные ценности и более важные принципы, на которые мы не пойдем. Мы будем делать так, как Господь нам говорит. Второй момент. Эксклюзивизм, который проявляется как в отношении к обществу, так и по отношению к социальной структуре и самой социальной структуре этой организации. Что это значит? Это значит, что секта говорит, что только те люди, которые принадлежат к нашей организации или к нашей группе и которые разделяют определенные убеждения и принципы, вот только они знают истину, только они живут правильной жизнью, только они могут называть себя по-настоящему последователями некоего учения, христианского или какого-то еще. Понимаете, да, что я имею в виду? Третий момент. Секты делают акцент на необходимость обращения, прежде чем человек может называть себя частью секты. То есть, в отличие от церкви, человек не может просто встать и сказать, я католик, я православный, я кто-то еще. Человек должен обязательно стать некой частью, в буквальном смысле, то есть, он должен пройти через некую церемонию, через некий ритуал, совершить какие-то действия. То есть, принять крещение, совершить публичное покаяние, не знаю, как, если это восточная религия, там, церемонию посвящению гуру пройти. То есть, есть некий момент начала, до которого человек не является частью этой организации. Четвертый момент. Добровольное присоединение. Добровольное присоединение. То есть, иными словами, человек может стать частью этой группы секты только сам. Государство, не государство, а секта не может ему сказать, мы считаем тебя своим членом. Или мы считаем, что ты наш, потенциальный, действенный какой-то прихожанин. То есть, человек сам добровольно туда приходит и принимает некие стандарты вероучения и жизни. Пятый момент. В секте всегда присутствует дух возрождения. Дух возрождения. То есть, иными словами, секта всегда направлена на то, чтобы изменить человека, чтобы сделать его лучше, чтобы двигать его по пути духовного совершенствования. Не просто совершать над ним некие формальные обряды, а куда-то его постоянно двигать в соответствии с учением, которое она считает правильным. Ну и, наконец, шестой момент, шестой признак секты. Это нравственная строгость, зачастую на плавучий аскетический характер. Нравственная строгость, зачастую на аскетический характер. То есть, секта предъявляет определенные, иногда очень жесткие требования к нравственной жизни своих членов. Грубо говоря, не каждый человек, который живет как хочет, может называть себя членом секты. Да, он должен соответствовать неким нравственным критериям. Отсюда у меня возникает интересный вопрос к вам здесь присутствующим. То есть, кто вы здесь присутствующие? Вы секта или вы церковь? Я думаю, что ответ достаточно очевиден. Значит, почему получается, что в социологической системе понятия церковь и секта как бы поменялись местами? Это связано с одной очень любопытной идеей, которая стоит вообще за всем вот этим определением, за всем этим понятием. Дело в том, что социологи рассматривают жизнь религиозных образований, религиозных организаций как своего рода эволюцию. Вот представьте себе дерево, на котором растут листья. Время от времени, когда уступает осень, эти листья падают на землю. Полежав какое-то время, они перегнивают и уходят в почву. И питательные вещества снова поступают в ствол дерева. И для них жизнь религиозных организаций точно такая же. Какое-то время они являются зелеными растениями, потом эти листья опадают на землю, потом они сгнивают и разлагаются. И те вещества, из которых эти листья состоялись, снова поступают для образования неких новых религиозных движений. Получается постепенное, постоянное образование новых и новых религиозных движений. И для социологов образование сект это и есть как раз признак того, что в обществе есть какая-то религиозная жизнь. То есть секта это что-то новое, это что-то живое. А церковь это наоборот что-то старое, отмершее, то, что уже готово исчезнуть, то, что уже привычно, то, что уже никуда не меняется и навсегда стало частью этого общего фона культурной жизни. Именно секты с точки зрения социологии привносят жизнь в общество верующих людей. В 1963 году еще один социолог по имени Бентон Джонсон, он свел все вот эти признаки, о которых мы только что говорили, признаки церкви и признаки секты, к одному единственному признаку. Одно единственное отличие, которое отличает церковь от секты. Самое главное. Не просто единственное, а именно самое главное. Решающий критерий, который отделяет церковь от секты с точки зрения социологов. По его мнению, это так называемое социальное трение или степень конфликта с окружающим обществом. Церковь находится в мире и гармонии с окружающим обществом, а секта находится в конфликте с окружающим обществом. Церковь принимает окружающую культуру, а секта пытается ее изменить. Понимаете идею, да? Значит, церковь это отмершая структура, потому что она больше не пытается ничего реформировать. Секта это живая религиозная структура, потому что она пытается произвести какое-то изменение. Вот давайте с вами попробуем все вот это зарисовать в виде небольшой картинки. Давайте себе представим некую страну, некую отдельную культуру, в которой существует какая-то религиозная организация. Она существует очень давно, ее все хорошо знают, все наизусть знают, чему она учат. Но именно потому что все хорошо ее знают и все наизусть выучили ее учения, ее правила, серьезно к ней уже мало кто относится. То есть люди привычно крестятся, люди привычно венчаются, люди привычно конфирмируются. Делают все необходимые обряды, свечки ставят, ходят по воскресеньям на собрания, но это никак на их жизнь не влияет. То есть просто такая часть нашей общественной жизни, она существует. И она совершенно спокойно, если ничего не случится, будет существовать до самого конца времен. И вдруг происходит некое событие. Внутри этой организации возникает некая группа людей, которые говорят, люди, ведь в той книге, по которой мы живем, говорится о том, что мы должны жить совершенно иначе. Мы должны не просто мириться с окружающим обществом. Мы должны каким-то образом его менять. Мы должны проповедовать этому обществу истину. Мы должны сами жить по-другому и других людей тоже учить жить по-другому. Когда они начинают об этом говорить, церковь им говорит, вы нам с такими идеями не нужны. Мы и без вас хорошо и спокойно жили. Вы мешаете нам жить спокойно. И тогда эти люди отделяются и основывают свою собственную организацию, которая называется сектой. Организация, которая отделилась от вот этой большой, привычной, традиционной церкви. Секта. Организация, отделившаяся от какой-то давно существовавшей в обществе структуры. И тут происходит совершенно замечательное, удивительное событие, или удивительный процесс, о котором говорят социологи. Проходит одно поколение, второе поколение, третье поколение. И тот изначальный пыл, который был у вот этих сектантов, он постепенно начинает угасать. Да, они тоже становятся постепенно формалистами. Они тоже начинают забывать о том, чего они изначально хотели. Они тоже начинают постепенно принимать ценности окружающего мира. Они тоже начинают смиряться с какими-то вещами, которые раньше для них были совершенно нетерпимы. И постепенно эта секта тоже, тоже постепенно возвращается на круги такого вот религиозного формализма. И постепенно превращается в церковь. Да? Вращается в церковь. Когда это происходит? Спустя какое-то время. Внутри этой новой церкви появляется группа людей, которая говорит. Люди, ведь совсем недавно, еще сколько-то поколений назад, мы же с вами жили совершенно другой жизнью. Мы чего-то хотели, куда-то стремились. Мы жили, мы на самом деле пытались сменить окружающий мир. Посмотрите, куда мы вернулись. Мы опять стали теми же, кем та церковь, которую мы когда-то критиковали. Давайте мы вернемся к нашему вот этому активному образу жизни. И тогда бывшая секта, а ныне церковь, говорит. Люди, мы и без вас хорошо живем, зачем вы нам нужны? И тогда эта группа людей отделяется и основывает новую секту. Проходит одно поколение, второе поколение, третье поколение. У этой группы тоже начинает гаснуть религиозный пыл и задор. Они тоже начинают смиряться с окружающим миром. Они тоже начинают делать вещи, которые раньше для них были недопустимы. И в конце концов эта секта тоже превращается в церковь, которая тоже продолжает существовать как такая формальная, привычная, традиционная организация. Тогда уже в среде этой церкви появляется новая живая группа, которая тоже отделяется и опять пытается что-то реформировать. Она тоже постепенно превращается в церковь. Этот процесс, с точки зрения социологов, происходит постоянно. Именно так, с точки зрения социологов, выглядит религиозная жизнь общества. Понятная идея. Теперь давайте попробуем понять, что такое культ. Что такое культ? Значит, культ это очень интересное понятие. Значит, представим себе, что у нас есть вот эта наша страна, в которой на протяжении всей истории существует какая-то одна церковь, которая настолько формальна, настолько традиционна, что там вообще не находится ни одного человека, который пытался бы что-то реформировать. Она просто вот живет и тихо, совершенно спокойно существует, безо всяких попыток кого-либо или что-либо изменить. И вдруг в какой-то другой стране какому-то человеку приходит в голову мысль. Посмотрите, как люди плохо живут в этой вот стране. У них совсем нет живой церкви. Давайте мы приедем и научим их, как надо жить правильно. И вот эта вот группа, которая импортируется в церковь извне, которая приезжает из-за границы, она у социологов называется культом. Культом. Культ прибывает в страну, проходит одно поколение, второе поколение, третье поколение. И вот та самая первая религия, которая изначально была создана как живая, горячая, миссионерская, силами каких-то вот миссионеров горящих, она постепенно тоже превращается в еще одну церковь, которая существует в этой стране. И когда это происходит, в среде этой церкви, тоже уже ставшей мертвой формальной, появляется некая группа людей, которые снова начинают призывать к переменам. Как будет называться вот эта новая группа людей, которая появилась? Она будет называться сектой. Потому что разделение уже происходит внутри данной культуры. То есть культ это то, что приходит извне. То, что появляется внутри страны, всегда называется сектой. Первое поколение это еще культ, второе поколение это уже секта. Понятная идея. Вот эта картинка, которую, как правило, рисуют приверженцы одной из социологических моделей. Как они объясняют историю, принципы и сущность жизни людей внутри религиозного сообщества. Им не важно, во что верят люди. Им не важно, что вы считаете для себя истиной. На них просто важно, как из одной группы получается другая группа. И поэтому для них слова секта и церковь это просто некие абстрактные понятия, некие термины, которые они используют. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Помимо церкви и секты существуют еще два уровня религиозных организаций. То самое, что когда-то Трёльч называл мистицизмом. Вот этот мистицизм, огромная масса людей, которые не принадлежат ни к одной серьезной большой организации, она существует в двух формах. Аудиторный культ это культ или некое учение, которое, как правило, распространяется через книги, через семинары, через конференции, на которые приезжают люди. То есть там нет официального членства, люди не подписывают никаких бумажек. Они просто приезжают и учатся. И, как правило, между лидерами этой организации, между лидерами аудиторного культа, есть какая-то внутренняя связь. А люди, которые приезжают туда, они связаны только своим желанием поучаствовать в процессе. Но какое-то все-таки соучастие есть. Есть конференции, они приезжают, они встречаются, они обмениваются мнениями по интернету. То есть какая-то аудитория какая-то есть. Есть некая группа людей, которые называют себя последователями этого человека. И есть совсем крайняя форма мистицизма такого бытового, которая называется клиентский культ. Это ситуация, когда существует некое учение, у которого вообще приверженцев формальных совсем нет. Это как астрология. Читают массу людей. Но людей, которые бы сказали, что они член астрологии, не существуют. Потому что они не организуют вообще никак друг друга и самих себя. Они просто существуют. Посмотрели эту книжку, посмотрели этот фильм, почитали этот блог в интернете. И все. Для них самое важное, что они получили некие услуги и спокойно ушли домой. Это такая вот религия совершенных одиночек. Людей, которые просто живут и получают некие религиозные услуги у совершенно конкретных религиозных групп. Понятная идея. Аудиторный культ и клиентский культ. Еще одна социологическая типология, которую мы рассмотрим, подвид социологического подхода к изучению религиозных движений. Это типология, которую предложил американский социолог по имени Говард Беккер. С его точки зрения или в его описании, слово культ нужно понимать как мелкую религиозную группу с неоформившейся социальной структурой, построенной на авторитете харизматического лидера. То есть в данном случае мы говорим о немножко другом подходе к изучению социологии религии. Мы рассматриваем религии уже не в контексте вот этого генезиса религиозных групп, не в контексте вот этой гигантской эволюции. А мы рассматриваем конкретные группы, то есть что делает конкретную религиозную группу культовой. И вот для Говарда Беккера это как раз небольшой размер, очень расплывчатая внутренняя структура и некий харизматический лидер, за которым идут люди. Вот такое примерно описание. Значит, приверженцев этой модели интересует не столько динамика религии в обществе, сколько социальная модель, которая существует внутри конкретной религиозной группы. И в силу этого вот эти вот люди, специалисты, сторонники этой модели, они предлагают детальные разработки всяких критериев и признаков культа и секта. То есть если для вот этой большой типологии, о которой мы с вами только что говорили, существует в общем-то один главный критерий, это критерий социального трения, то для людей, которые пытаются изучать культы именно с точки зрения внутренней структуры, у них есть целый список критериев, по которым та или иная группа, она относится к культу или к секте. Немножко позже мы с вами на эти критерии посмотрим. Что они пишут по этому поводу? Вот один такой социолог по имени Тимоти Миллер говорит следующее. Понятие секта обычно относится к группам диссидентов, отделившихся от другой, как правило, традиционной религии. Зачастую они объявляют о своем намерении возродить верования или обычаи, которые, по их мнению, некогда присутствовали в конфессии, но от которых конфессия впоследствии отошла. Нечто подобное тому, о чем мы с вами говорили в предыдущей части. В то время как культ – это маленькая ревностная группа, связи которой с традиционной религией и культурой менее очевидны, которая зачастую исповедует вероучение, не основанное на христианстве или иудаизме, и которые зачастую находятся под непосредственным руководством единого харизматического лидера. Другое определение, которое существует, выглядит так. Культ может представлять собой либо социальную группу с тесными внутренними связями, либо социальную группу со слабыми внутренними связями, единство в которой поддерживается общей преданностью харизматическому лидеру. Группа проповедует трансцендентную идеологию, как правило, не всегда религиозную по своей природе, и требует от членов высокой степени посвящения на словах или на деле. То есть в данном случае мы с вами уже говорим о культе, как о некой отдельной группе самостоятельной, у которой есть определенные признаки. И список этих признаков мы с вами через некоторое время посмотрим. Давайте мы с вами перейдем от социологического подхода изучения культов к богословскому подходу. И перед тем, как мы это сделаем, одно небольшое замечание. В чем слабость социологического подхода? Проблема социологического подхода в том, что он не просто переворачивает местами понятия церкви и секты, то есть меняет местами те понятия, которые для нас имеют достаточно четкое значение. Главная проблема социологов в том, что они скорее описывают ситуацию, нежели пытаются ее разрешить. То есть для них по большому счету существование сект и церквей это не проблема. Это часть обычной естественной картины нашей жизни. Да, точно так же, как все, что мы делаем с вами, едим, спим, дышим, ходим, все является частью нашей жизни. То, что у нас волосы выпадают, это естественная часть нашей жизни. То, что, я не знаю, потеем иногда, там еще что-то. Это все нормальная часть нашей жизнедеятельности. И для них появление церквей и сект, это такая же часть обычной жизни общества. И делать что-то с ней они совершенно не хотят. И поэтому для большинства социологов, для них сама идея борьбы с сектами представляет собой нечто непонятное, нечто неприемлемое. С их точки зрения, любая религиозная группа, которая не противоречит законодательству, которая не нарушает уголовный кодекс или конституцию, имеет право на существование. Именно поэтому социологи, как правило, в судах выступают на стороне культов. Вот, если вы помните, несколько лет назад, около 10 лет назад, в Москве происходил судебный процесс, где несколько новых религиозных движений одновременно подали в суд на Александра Леонидовича Дворкина, православного сектоведа. И на этом суде в качестве свидетеля защиты выступала как раз социолог, английский социолог Айлин Баркер, автор книги «Новые религиозные движения», которая пыталась объяснить, что любое религиозное движение, независимо от того, во что оно верит, имеет право на существование до тех пор, пока не нарушает уголовный кодекс. Для социологов образование секции – совершенно нормальное явление. Поэтому они проблемы не только не видят, даже не говоря уже о том, чтобы пытаться ее решить. С моей точки зрения, это самый главный слабый момент во всем этом подходе, хотя, конечно, некоторые наблюдения, которые социологи делают, они очень интересны и полезны, можем сделать из них определенные важные выводы. Продолжение следует... Продолжение следует...